Молодые люди, профессионалы своего дела, работающие во благо родного города или села, активно подают заявки на участие в общественной акции «Где родился, там и пригодился. Мы побываем в Безенчукском районе». Символ русского гостеприимства – более 40 уникальных экспонатов о знаменитых производителе XIX и XX веков. Жителям Сызрани представлена выставка самоваров. А в Жигулевске известные молодые художники, 25 мастеров и любителей живописи, презентовали свои лучшие произведения на выставке «Мир полон красок». Екатерина Владимировна Емельянова начала работать психологом дома детства сразу после окончания института. Прошло уже несколько лет, за все это время она помогла многим людям. Одним лучше понимать друг друга, другим – разобраться в семейных неурядицах, третьим – научиться радоваться жизни и получать удовольствие от общения в семье. Это для нее самое главное – видеть, что работа помогает людям. Жители района, маленькие и постарше, посещают дом детства с удовольствием и знают, что здесь обязательно помогут. Я самая замечательная, самая умница. Я не видела таких педагогов и не встречала. Я хочу ей сказать большое, огромное спасибо. На выбор профессии, наверное, повлияло то, что в свое время я обращалась к психологу, когда была подростком. И в тот момент мне она очень помогла, и я поняла, насколько эта профессия очень важная. И мне захотелось также помогать людям. Поэтому, когда я закончила школу, я решила, что моя жизнь будет связана с помощью людям. Я хотела быть врачом, но потом, через какое-то время, я решила, что все-таки лучше быть психологом, что, в принципе, и осуществилась. Она твердо решила, что вернется сюда, в родной Безенчук, работать здесь, здесь создать семью и расти детей. Педагог-психолог не единственная, кем является Екатерина Владимировна. Она руководитель клуба волонтеров «Территория добра» и участник добровольческого движения в Самарской области. В этом году она принимает участие в областной общественной акции «Где родился, там и пригодился». Ее анкета и фотографии размещены на сайте акции среди сотни участников из других муниципальных районов и городов Самарской области. Голосование за участников начнется 1 марта. Я рада, что мои дети здесь растут, потому что я спокойна, что могу их отпустить. Они гуляют, и я знаю, что с ними ничего не случится. Здесь всегда есть люди, которые мне помогут. Здесь нету суеты, такой вот, как в городе. И поэтому, наверное, здесь более стабильно, мне так кажется. Никогда не хотелось в город. Мне нравится Безенчук. Я патриот своей малой родины. Хобби Екатерины Владимировны – туризм, спорт, чтение, художественные литературы. Благодаря тому, что этот специалист отдает всю душу и сердце таким деткам, почти 70% из них получают хорошее развитие. Это подтверждается результатами психолого-медико-педагогической комиссии. Екатерина Владимировна работает с наиболее сложной категорией населения нашего района. Это женщины и дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, проживают в социальной гостинице нашего учреждения. Эта деятельность требует от специалиста не только глубокого профессионального мастерства, но и проявления человеческих качеств. Прежде всего, это терпение, доброта, достижение своих поставленных целей, взаимопонимание. Она – человек разносторонний, деятельный и творческий. Эта специалист уникальна, поскольку она является не только глубоким профессионалом своего дела, но и еще во многом творческим человеком. В нашем учреждении она инициирует, организует и проводит многие мероприятия районного масштаба, которые направлены на сохранение семейных ценностей жителей нашего района. Татьяна Нагорнова, Константин Неськов, телерадиокомпания «Аспект», Безенчукский район. Художественное отделение детской школы искусств Сергеевского района отметило 20-летие. Около 130 ребятишек в настоящее время здесь обучаются музыке и живописи. Для них это второй дом, где им тепло и уютно вместе с педагогами, которые стремятся всесторонне раскрыть талант каждого, ценя в нем личность творца. Настоящим праздником для души и сердца стало для многих мероприятие, посвященное 20-летию художественного отделения Сергеевской детской школы искусств. Юбилейный концерт проходил в теплой и трогательной обстановке. На сцене не только учащийся, но и педагогический состав. И хотя юбилей у художественного отделения в праздники принимали участие все. Поздравляя коллектив ДШИ, многочисленные гости не скупились на слова признательности, уважения и восхищения. Сергеевская ДШИ была образована в 1968 году. В школе было два отделения – фортепианное и отделение народных инструментов. В 1996-м было открыто художественное отделение и школа переименована в Сергеевскую детскую школу искусств. Регулярно школу посещает большое количество детей. В данное время обучается 123 ребенка. Из них большая часть музыканты, художников около 50 человек. Я научилась более грамотно выводить фигуры, прямо рисовать линии, не криво, придавать тон фигурам, тени, развязку. Мне очень нравится сюда ходить. Тут хорошая компания, можно друзей найти, общение хорошее. У ребенка были навыки некоторые с малых лет. Она в садике хорошо рисовала, в школе. И вот пытались в прошлом году, но не получилось. Но в этом году поступили. Мне нравится. И ей самое главное – очень нравится. Микроклимат внутри школы всегда был, остается теплым, доброжелательным, конечно, творческим. Немалая заслуга в этом преподавателей. Здесь ценят каждый кадр и рады новым молодым педагогам. Одна из них – Надежда Иванова. Переехала в Сергеевский район ниоткуда-нибудь, а из Санкт-Петербурга. И ничуть об этом не жалеет. Для художника это очень важно. Наблюдать вот это состояние природы, его изменения. И здесь настолько прекрасно, настолько потрясающе. Я вот каждый день просыпаюсь, и у меня перед окном потрясающая панорама открывается. Вот эти вот домишки. Вот это вот все наше, русское вот такое. С удовольствием посещаю эту выставку. Хочется пожелать нашим художникам творчества, вдохновения, чтобы их понимали и поддерживали в семьях. Юбилей прошел, но «Школьная жизнь» продолжается. И каждый день пишутся новые страницы истории. Страницы жизни Сергеевской детской школы искусств. Надежда Щипакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3», Сергеевский район. 25 мастеров и любителей живописи представили свои лучшие произведения. Наиболее широко представлены известные в Жигулевске и за его пределами художники Владимир Шипицын, Игорь Пасохин, Дмитрий Сулима, Михаил Алимов и Ирина Сойгина. Радует то, что мы открываем новые лица и то, что это молодая кровь. Наша выставка получилась радужная, колоритная. Выставка интересна тем, что в ней отражается вся наша жизнь, наше общество, отношение к миру, к человеку. Все отображено в этих работах. Жанры представленных картин позволяют увидеть духовный мир художника. И здесь по большей части виден позитивный мир, который заряжает оптимизмом на весь будущий год. Выставка называется «Мир полон красок и». А чего и для каждого будет свое. Каждый додумает, посмотрев на нашу выставку, он откроет что-то свое. Экспозиция для многих из представленных художников является первой большой выставкой, где они экспонируются наряду с крупнейшими мастерами. И надо признать, они совершенно не теряются на фоне известных художников. Финалом церемонии открытия стал настоящий синтез искусств. Жигулевские музыканты исполнили знаменитые произведения советской эстрады. Олег Калмыков, Наталья Глухова, телеканал ФТВ «Жигулевск». Этому самовару уже практически 100 лет. Его в Туле изготовили специально для Сырзанского кооператива «Муравей». Сама церемония подготовления к чаепитию, естественно, отличается от современной. В так называемое Тулово самовара наливалась вода. Посередине находится топка, в которую складывают дрова или шишки. Сверху накрывается крышкой и короной, на которую можно было бы поставить чайник. А с помощью так называемого вертка наливался кипяток в чашку. И можно было бы приступать к чаепитию. Устроить чаепитие у самовара организаторы выставки, к сожалению, не разрешают. Но вот посмотреть на произведения искусства сколько душе угодно. На выставке более 40 самоваров из фондов Краеведческого музея. Здесь экспонаты 19-го и 20-го веков от знаменитых в то время производителей. Самовары куптов Шемарина, Баташовых, Теля и Слюзберга. На некоторых – оттиски наград, полученных на всероссийских и международных выставках. Каждый оттиск как знак престижа производителя. Собственно, самыми известными самовары были, конечно же, самовары Тульской фабрики Баташовых. Это была, пожалуй, в 19-м веке самая известная фабрика. И Баташовых даже называли самоварными королями. Конечно же, у Баташовых были свои конкуренты. Так как самоварное дело являлось дело достаточно прибыльным. Это и конкурентами были фабрики Слюзберга, фабрики Шемариных. Кстати, о Шемаринских самоварах в свое время упоминал Лев Николаевич Толстой в своем романе «Война и мир». Первыми посетителями стали школьники, которые сразу бросились фотографировать необычные для нашего времени предметы. Между тем, раньше самовар считался символом русского гостеприимства. Позже появились вот эти электрические самовары советского производства. Илья Волков, Никита Кожевников, телекомпания «Котово-Луч», город Сызрань. Вырастить здоровое поколение – одна из приоритетных задач воспитателей и педагогов. В Кенеочеркасском районе большое внимание уделяют развитию массового спорта. И в частности, легкой атлетике, которую по праву называют королевой спорта. Для детей сразу нескольких школ от 5 до 18 лет здесь прошла большая презентация различных видов легкой атлетики, где юные спортсмены смогли показать свои физические возможности и достижения. Легкую атлетику по праву называют королевой спорта. Ее элементы есть во многих других направлениях. Бег и прыжки – это то, что умеет делать каждый человек, а их польза для спортивной закалки организма неоценима. Мы представляем различные виды легкой атлетики нашим ребятам, потому что в школах, к сожалению, не все можно сделать, не все можно выполнить. А здесь мы предоставляем немножко другие условия, более комфортные. Многие участники презентации активно занимаются легкой атлетикой, посещают занятия в спорткомплексе «Старт». Даша Мозгуновой, например, не хватает физической нагрузки на уроках в школе. Она только начала посещать занятия в группе по легкой атлетике. Я считаю, что нужно больше физических нагрузок. И хожу я сюда не за медалями, а просто для того, чтобы быть всегда в тонусе. Базовые элементы легкой атлетики довольно просты. Однако некоторые из представленных на презентации упражнений вызвали у участников затруднения. Настя Терешкина – одна из самых юных спортсменок-легкоатлеток. Прыжки через планку ей пока даются с большим трудом. Мне самое сложное – прыгать через резинку на маты-перекаты. А почему? Потому что повыше резинка, а я маленькая. Ангелина Золотухина ходит на занятия по легкой атлетике сентября прошлого года. И если все ее сверстницы занимаются бегом или прыжками, то она выбрала необычный для девочки вид спорта – толкание ядра. Ангелина остановила свой выбор именно на этом виде спорта, потому что здесь нужно быть не только сильной, но и умной. Потому что надо рассчитать траекторию падения ядра. Мой рекорд – 6 метров. Эта презентация – своеобразный отборочный этап. Дальше планируется провести уже соревнования среди наиболее спортивных школьников Кенель-Черкас. В Отрадном отбирали юных спортсменов-каратистов для выступления на всероссийских соревнованиях. Сюда съехались детишки из нескольких городов региона, чтобы определиться с самыми достойными. Этот вид спорта они выбрали не случайно. Главный его приоритет, по мнению наставников лица и родителей, и тренеров, в сочетании самообороны и интеллекта – такова концепция каратэ. Точность и резкость – это ката, азы каратэ, комплекс, без которого невозможно отработать технику боя и постичь восточную философию. Дашкалета предельно сосредоточены. Именно сейчас решается, кто уйдет с медалью. Среди награжденных – как мальчики, так и девочки. Я делала ката, называется Хян Шудан. Я чувствовала, что у меня не получится, и я проиграю. Ты переживала? Да. Ты как-то собралась, наверное, в дух. Да. У меня появился дух. Пока младшие выступают, спортсмены постарше готовятся к схваткам. Или кумите, как их здесь принято называть. Глаза горят даже во время тренировок. Каратэ – это образ жизни, когда каждый хоть немного, но самурай. Я раньше пробовал на самбо ходить, на бокс. Мне как-то не очень понравилось. Мне понравилось каратэ. Там много разнообразий. Ну, это и бу, и философия. Тут все и самооборона развивается, и интеллект, и вносливость. Сильнее себя почувствую, что все смогу. В общей сложности на татаме вышли 110 каратистов из Отрадного, Кенеля и Самары. Самым младшим 5 лет. Рафери уверены – у каждого спортсмена особый внутренний стержень. Это самурайский статус. Это ответственность. Это серьезность. Потому что каратист – это самурай. Самурай – это тот человек, который во всем старается быть всегда лучше. Победители городского первенства по каратэ – всего их 30 человек, среди которых наши земляки – Виктория Кузьмина, Марк Старухин, Алена Бурдин и Михаил Пронин – представят 63-й регион на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в середине марта в Волгоградской области. Не исключено, что в будущем кто-то из этих спортсменов поедет выступать на Олимпийских играх, в состав которых с 2020 года включили каратэ.